Итак, мы вчера остановились на том, что мы рассмотрели Завет с Давидом. Помните, да? Да. И мы выяснили некоторые такие важные моменты. Во-первых, что это был безусловный Завет. И что он состоял из таких основных значений. Это что Бог сказал Давиду, что твой дом устоит на престоле, твой трон. И твое царство. То есть, что царство Давида, трон Давидов, именно из его родословия, да, должен быть тот, кто восядет на престоле и будет только его занимать. Последний вопрос, который был задан, как брат Сергея зовут, да? Сергей. Сергей, да? Да, по поводу пророков, да. По поводу пророков. Мы потом с ним объяснились. Я понял, что за вопрос. Таких пророков, которые были записаны в Слово Божье, нет уже. Потому что Слово Божье было закончено писаться книгой Иоанна. То есть, таких, которые бы записались бы еще в Библию, уже таких пророков нет. Такого слова. Понятно, да? А вот. Это ясно или нет? Да, да, да. А вот. И Иоанн заканчивает, помните, книгу, как, да? Откровение. Он говорит, что никто ничего не добавит больше и не убавит из этой книги. Конечно, прямое отношение это относится конкретно к этой книге. Ну, к книге Откровения. Но в то же самое время это всегда считается, что это имеет и отношение и ко всему Писанию также. Эти сказанные слова Иоанна. Итак, сегодня мы рассмотрим следующий Завет, который был Богом заключен с Израилем. Как вы думаете, о каком Завете идет речь? Новый Завет. Новый Завет. Совершенно правильно. И для этого мы рассмотрим Еремия 31 главу. Давайте прочитаем вначале 31 стих. Наверное, ни для кого не секрет, да, когда заходит речь вообще о Новом Завете, говорят ли, есть упоминание о Новом Завете в Танахе, то всегда все могут, наверное, свободно сказать, что да, это Еремия 31.31. Это общая, как бы, известная, ну, формулировка, да, общеизвестное, принятое понятие. В действительности, Еремия 31.31 говорится о чем? Кто готов читать? Вот наступают дни, говорит Господь, когда я заключу с Домом Израиля и с Домом Иуды Новый Завет. Я бы хотел, чтобы мы с вами сделали бы несколько заключений по поводу того, что здесь написано. Во-первых, давайте выясним, с кем же все-таки Бог собрался заключить Завет. Что здесь говорится? Микрофон, пожалуйста. С Домом Иуды и с Домом Израиля. С Домом Иуды и с Домом Израиля. Другими словами, что мы могли бы еще сказать по этому поводу? С кем же Он собрался заключить Завет? Только со своим народом. Другими словами, мы могли бы сказать, что Он собрался заключить Завет со всеми двенадцатью коленами. Вы можете с этим согласиться? То есть здесь конкретное обращение, которое Бог говорит, что Он заключает этот Новый Завет, да? Который наступает со всеми двенадцатью коленами. Уже на тот момент, когда Иеремия пророчествовал, мы знаем, что десять колен уже были затеряны. И по сегодняшний день никто не знает, где они находятся. Вы понимаете, да? Но Иеремия пророчествуя тогда, уже говорит о том, что наступит такой день, когда Бог заключит Завет со всеми двенадцатью коленами. Это говорит о том, что мы не знаем, и все продолжают искать, и не могут понять, куда же делись еще десять колен. Но Бог знает, где точно находятся эти десять колен. И Он говорит, что Он со всем Израилем, который будет включать все двенадцать колен, заключит этот Новый Завет. Это понятно, да? Знаете, сегодня многие христиане говорят о том, что Бог вообще заключает Новый Завет церковью. И утверждение как бы основывается в основном на том, что записано в Евреях, восьмой главе, в восьмом стихе. Давайте откроем. Евреи, восьмая глава, с восьмого стиха. Но пророк укоряя их, говорит, вот наступают дни, говорит Господь, когда Я заключу с Домом Израиля и с Домом Иуды Новый Завет. Ну, можно еще прочитать. Не такой завет, какой Я заключил с отцами их в то время, когда Взял их за руку, чтобы вывезти их из земли египетской, потому что они не пребыли в том завете Моем, и Я пренебрег их, говорит Господь. Вот завет, который завещает Домо Израилю после тех дней, говорит Господь, вложу законы мои в мысли их и напишу их на сердцах, и буду их Богом, а они будут моим народом. И не будет учить каждый ближнего своего и каждый брата своего, говоря, познай Господа, потому что все от малого и до большого будут знать меня, потому что я буду милостив к неправдам их, и грехов их, и беззакония их не воспоминуй более. Говоря новый, показал ветхость первого, а ветшающее и стареющее близко к уничтожению. Знаете, интересно, что если даже рассматривать этот отрывок, да, и мы можем увидеть, что человек, который написал послание к евреям, да, ну некоторые предполагают, что это Павел, но на самом деле никто не знает, кто же был автором послания евреям. Мы можем увидеть, что этот автор послания, что он делает? Он, в принципе, цитирует то же самое, что говорит Еремия, да? Он цитирует пророка, здесь также так сказано вначале, что говоря словами пророка. И даже в этом отрывке, на который обычно опираются, ну, некоторые, скажем, христиане, которые утверждают, что Бог заключает завет именно с церковью, даже в этом отрывке мы не видим упоминания того, что Бог заключает завет именно с церковью. Здесь даже говорится о чем? Что Бог заключает завет с кем? С Израилем. С Израилем, домом Иуды и домом Израиля. И снова просто повторяется то, что в действительности Бог заключает завет именно с двенадцатью коленами Израилева, то есть со всем Израилем вместе, со всем народом вместе. И тот, который известен нам сегодня, и тот, который мы не можем найти, но он будет найден Богом в то время, когда это будет необходимо. Аминь. Аминь. Я могу сказать, что это также является безусловным заветом. Многие утверждают о том, что Новый Завет является условным, да, что должны быть определенные вещи. Но на самом деле из того, что написано здесь, в послании Керемии, можно понять, что Новый Завет, о котором говорит Бог в отношении Израиля, он также является безусловным. Потому что Бог говорит о том, что наступит этот день, и это совершится, и это будет. Вы понимаете, да? Да. То есть нет условий, если вы будете там и так далее, да? То есть Бог говорит конкретно, направленно, что наступает этот день, и это произойдет, потому что я так хочу. То есть это, и поэтому это и называется также безусловным заветом. Это намерение действия Бога, которые никто не может отмазать. Да, то есть Бог сказал, и Бог это сделает. И ничего по-другому не может быть. Почему же все-таки Бог говорит о том, что Он приходит в такое время, что Он собирается заключить с Домом Израиля и с Домом Иуды Новый Завет? Ну, 32 стих как бы служит нам ответом, да? Пожалуйста, кто-нибудь читайте. Ремия 31, 32. Вот не такой завет, как я заключил с отцами их в тот день, когда взял их за руку, чтобы вывести их из земли египетской. Тот завет мой они нарушили, хотя я оставался в союзе с ними, говорит Господь. Итак, Бог говорит о чем? Мы говорим, что завет, Моисеев, да? Знаете, если мы даже вспомним слова Павла, который говорит о Моисеевом Завете, да? Никогда Павел не говорит о том, что Моисеев Завет был плох. Вы помните, да? Он говорит наоборот, что свят. Но проблема в чем заключалась? В самом Завете? Проблема заключалась в отношениях людей в этом Завете, в отношениях их с Богом через этот Завет. И Бог здесь также говорит о том, что проблема заключена была в том, что вы нарушили Завет Мой. Я оставался верен, говорит Бог, да? Но вы нарушили Завет Мой. Поэтому Он говорит, что вводится новый Завет. И видите, интересно, что тот Завет могли нарушить. Здесь не говорится о том, что будет нарушение этого Завета, не будет этого нарушения Завета, да? Здесь говорится, что этот Завет вводится, он будет конкретным. И как следующий этап, он будет говорить о том, что... Ну, сейчас мы будем читать. Значит, нарушения Завета не будет в данном случае, да? Потому что после этого, если мы посмотрим, что начиная с 30 главы... 30 и 31 глава — это то откровение, которое Еремия получает о последнем дне. О дне Господнем, как еще называют его. То откровение, где пишется, что Израиль будет собран вместе, и наступает это время, когда Израиль больше не будет находиться в посрамлении, и наоборот, все враги будут находиться в посрамлении и так далее. То есть, Бог станет защитой, Бог исцелит рану, Бог исцелит всех болящих и так далее. То есть, и вот приходит это время к Новому Завету. Вот это наступает этот период. Знаете, можно сказать, что Новый Завет имеет два раздела, о которых здесь говорится в этой 31 главе книги Еремии. Один раздел — это физические и материальные характеристики, или можно было бы сказать физические и материальные благословения, которые будут истекать из этого Нового Завета. Отмечаете себе, да? Физические и материальные благословения, которые будут истекать из этого Нового Завета. Я бы хотел задать вопрос. Скажите, в свете Нового Завета сегодня имеем ли мы с вами все физические и материальные благословения? Ну, полноту, я бы так сказал, физических и материальных благословений. Имеем ли мы сегодня? Нет. Ну, смелее, кто-нибудь отвечает. Это Ишо есть наполняющий все во всем. Полнота наполняющая все во всем. Написано, что мы имеем все необходимое для жизни и благочестия. Мы обогащены всяким духовным благословением во Христе Иисусе. Стоп, стоп, стоп. Я не спросил о духовном. Я спросил о физическом и материальном. Ну, я считаю, нет, потому что ту землю, которую Бог обещал Израилю, он принадлежит физическим потомкам, потомкам Авраама. То есть, если мы не физические потомки Авраама, но через веру мы стали как бы дети Авраама, то нам и не принадлежит физическое. Вы пытаетесь объяснить свое мнение просто. По поводу, то есть, другими словами, ваше мнение, что нет, но вы пытаетесь объяснить почему. Я же не прошу объяснить. Да, я считаю, нет. Я прошу просто одного от вас ответа. Имеем ли мы сегодня полноту физического и материального благословения? Все согласны с этим? Нет, ну, пожалуйста, вы ответьте вначале на мой вопрос. Да или нет? Не надо сейчас объяснять и так далее ничего, а? Нет, полноты еще нет. Полноты нету. Согласны с этим? Да. Нет, ну зачем? Нету полноты сегодня физического и материального благословения. И я скажу, как бы, можно сказать, забегая наперед, что на самом деле, в действительности, обещание Божие, мы сейчас рассмотрим это, Нового Завета, оно также и обещает полноту физического и материального благословения. То есть, полного благословения. Как часть я сказал, ну, две составляющие благословений Нового Завета есть духовное и есть также физическое и материальное. Но, почему-то возникает вопрос, но, да? Если мы будем внимательны, и даже рассматривая только эти две главы, 30-ю и 31-ю, мы обнаружим, что вообще разговор идет о том, когда Мессия установит тысячелетнее царство здесь на земле. То есть, в момент, когда наступит тысячелетнее царство здесь на земле, тогда наступит полное благословение не только духовное, но и физическое и материальное. Понимаете, да? Будет полное благословение. Ну, давайте для начала рассмотрим в 31-й главе, что Бог в действительности, говоря о Новом Завете, говорит о том, что Он говорит о физических и материальных благословениях. Ну, например, Иеремия 31-я глава, 10-й, 12-й стих. Давайте прочитаем. Иеремия 31-я глава, 10-й, 12-й. «Слушайте слово Господне, народы, и возвестите островам отдаленным, и скажите, кто рассеял Израиля, тот и соберет его, и будет охранять его, как пастырь стада свое». Одну секунду. Просто обратим сразу внимание, да? Что соберет, так? Что здесь написано? 10-й стих. «Соберет и будет охранять, как пастырь стада свое». Да. Это, вы понимаете, что это уже физическое благословение, потому что они были рассеяны, да, это как проклятие, когда соберет назад, да, будет охранять и заботиться, ну, все понимают, да, что такое пастырь и заботиться о стадии своем. То это уже как бы начало обещания физического благословения для Израиля, понятно, да? Следующий стих. 11-й. «Ибо искупит Господь Иакова и избавит его от руки того, кто был сильнее его». Значит, здесь о чем говорится? Что он искупит Иакова, да? И избавит Израиля. Значит, говорится уже о том, что появляются 10 колен, те, которые были исчезнуты. Видите? На фоне… Вы говорите об Израиле, значит, о 12 коленах. Потому что здесь упоминается Иаков. Иаков – это все 12 колен, да. То есть, видите, появляется… Значит, что появляется? Появляются 10 колен, которые исчезнувшие. Мы видим, что это продолжение чего? Физического благословения. Дальше. И придут они, и будут торжествовать на высотах Сиона. И стекутся благословения Господа к… Что? Благостные. А слово «благость». А, благостные Господа к шенице и к вину, и елею, и агонцам, и водам. И душа их будет, как наполненный водой сад, и они не будут уже более томиться. Итак, а здесь разворачивается все физическое благословение вообще в полной мере, да? То есть, что в действительности физическое и материальное полное благословение говорит о чем? Что когда они придут, да, что они будут торжествовать. Вы понимаете, что такое торжествовать, да? Это значит даже не просто радоваться и веселиться, да? Это уже сверх как бы всего, да? То есть, это, можно сказать, когда одержаны лучшие победы, да? Когда все на полной высоте, тогда человек может торжествовать, да? Что все, уже больше нету ничего, как бы, о чем можно было подумать худшего, да? То есть, наступает период, когда приходит торжество в жизнь. Вот. И в результате этого торжества на высотах Сиона, они стекаются в благости Господней, видите, да? И благость Господня, она заключена в том, что они, ну, прямо так он пишет, интересно, что к шенице, да? То есть, перечисляют вроде бы обычные, такие, ну, как бы материальные. Мы, как духовные люди, вообще не должны об этом думать, да? Как сегодня утверждается, да? Вот. Но, смотрите, здесь Бог говорит о таких вещах, да? Что, как бы, к чему? Пшеницы. То есть, это говорит не просто, что там будет пшеничка, да? Пшеница – это значит изобилие. Пшеницы, вину, елею, кагнцам, валам. И написано, и душа их будет, как напоенный водой сад, и они не будут уже более томиться. Это означает, что не будет уже никакой, знаете, там, состояния скорби, да? Разочарование, нужды никакой не будет, потому что все будет не просто в достатке, а в изобилии. Вы понимаете разницу, да? Достаток – это когда у вас есть столько, сколько вам, как бы, нужно на сегодняшний день, да? А вот изобилие – это когда уже сверх всего. То есть, вы приходите к такому состоянию, что, как бы, вас это вообще больше не беспокоит, и вы даже об этом не думаете, потому что это есть всегда. Понимаете, да? И он говорит, что состояние их будет такое, что, то есть, они будут, как напоенный водою сад. И это все говорится о физическом. Все эти слова, которые Бог здесь говорит, он говорит только о физическом и материальном. Здесь вообще нету сейчас разговора о духовном. Видите, да? Все говорится только о физическом и материальном. И он начинает с этого, что все, как бы, восстановится. Потому что, ну, сколько было всяких гонений, сколько было притеснений, сколько было и всего остального, да? Но наступает тот момент, когда Бог все это исцеляет. Давайте откроем 23-й и 24-й стих прочитаем. Кто готов прочитать? Давайте по очереди, да? 23-й и 24-й. 23-й и 24-й. Так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев. Впредь, когда я возвещу плен их, будет говорить на земле Иуды и в городах его сие слово. Да благословит тебя Господь, жилище правды, гора святая. И поселится на ней Иуда и все города его вместе, земледельцы и ходящие со стадами. Здесь говорится о том, что все поселение придет снова на землю, да? То есть в этом как продолжение того, что... И читаем еще 27-й и 28-й стих. 27-й и 28-й стих. Вот наступают дни, говорит Господь, когда я засею дом Израилев и дом Иудин семенем человека и семенем скота. И как я наблюдал за ними, искореняя и сокрушая, разрушая и погубляя и повреждая, так будут наблюдать за нами, созидая и насаждая, говорит Господь. Здесь говорится продолжение этого физического благословения о том, что все 12 будут собраны вместе. Также еще 35-й и 37-й стих мы прочитаем. 35-й и 37-й стих. Так говорит Господь, который дал солнце для освещения днем, уставы луне и звездам для освещения ночью, который возмущает море так, что волны его ревут. Господь Сауф, имя ему. Если эти уставы перестанут действовать предо мною, говорит Господь, то и племя Израилева перестанет быть народом предо мною навсегда. Так говорит Господь. Если небо может быть измерено вверху, и основания земли исследованы внизу, то и я отвергну все племя Израилева за все то, что они делали, говорит Господь. Тут обещание Божие о чем? Что завет и отношения с Израилем не прекратятся никогда. Он объясняет, что это навсегда просто. И ничего не может произойти такого, чтобы прервало эти отношения, прервало его заботу и все остальное об народе израильском. И еще 38-й и 40-й стих. Вот наступают дни, говорит Господь, когда город устроен будет во славу Господа от башни Аномеила до ворот угольных. И землемерная верфь пойдет далее прямо до холма Гориева и обойдет Гааф. И вся долина трупов и пепла, и все поле до потока Кедрона, до угла Конских ворот, к востоку будет святыня Господа. Не разрушится и не распадется вовеки. И здесь мы видим последние слова, говорят о том, что не разрушится и не распадется вовеки. То есть это благословение, оно будет вечным, непрекращающимся. Понятно? Вторая часть – это духовные благословения. Можно сказать, нравственные и духовные благословения Нового Завета. И тут же следует вопрос. Как Вы считаете, сегодня имеем ли мы все духовные благословения в Новом Завете? Хочу ответ, ответ, ответ. Дайте кто-нибудь ответ. Есть? Нет? Где? Нет. Нет, да. На самом деле мы имеем все духовные благословения в Новом Завете на сегодняшний день. А нравственные? В Новом Завете и нравственные тоже. Мы имеем все духовные и нравственные благословения. Итак, для того, чтобы нам понять вообще смысл, смысл происходящего, да, нам нужно снова вернуться к приходу Ишо. Если бы, помните, я задал Вам вопрос, если бы Синедрион принял бы Ишо, то что бы произошло? Наступило бы тысячелетнее царство. Помните, да, я сказал Вам, если бы Синедрион принял бы, да, то наступило бы тысячелетнее царство, и Ишо воцарился бы как царь. И в таком случае пришли бы все духовные и все физические благословения, которые были обещаны Богом на народ израильский. Все бы произошло именно бы в тот момент. Но, знаете, тогда, когда Синедрион не принял Ишо как мессию, как царя, ну, Бога это не застало врасплох, скажем так. И Бог в своем роде, можно сказать, что видоизменил поступление Нового Завета сюда. Физические и материальные благословения, они остались в обещании к тысячелетнему царству. То есть сегодня мы получаем что-то частями. Понимаете, да? Нельзя сказать, что их нету вообще. Но их нету в полноте, как было обещано. То есть мы получаем частями эти благословения. Например, если говорится о том, что не будет больше болезни, да, то сегодня мы продолжаем болеть, да. Но с другой стороны мы получаем как частями благословения то, что Бог сказал, можете молиться, да, и кто-то будет исцелен. Но если в конце концов вы помолились и не исцелились, да, можно обратиться к врачу. Это тоже не грех. Сегодня Бог действует и через молитву, и через врачей так же. Но это говорит о том, что сегодня частями, знаете, есть эти физические благословения через Новый Завет. Их нету в полной мере. Они будут, когда наступит тысячелетнее царство. А что же говорится все-таки о духовных благословениях? Значит, был такой момент, что Ишуа умер, да, и через сорок дней Он вознесся. Вознесение Ишуа было. Для всех это знакомая информация, да, информация? Через десять дней сбывается Его обещание после Его вознесения. На землю приходит кто? Дух Святой. День Пятидесятницы. И помните, что происходит? Когда сходит Дух Святой, да, ученики начинают говорить на иных языках, начинают пророчествовать, и Петр объясняет всем присутствующим, что же произошло на самом деле. Он говорит, что это то, что пророчествовал пророк Яиль. Помните, да? То есть на самом деле с этого момента, когда происходит сошествие Духа Святого, исполняется то, что говорили пророки. Происходит полнота духовных благословений. Сегодня, со дня Пятидесятницы, в Новом Завете, все верующие имеют полноту духовного благословения. Понятно это, да? Да. Значит, давайте вначале прочитаем Еремия 31, 31, 33. А потом вернемся еще к обсуждению о духовных благословениях. Еремия 31, 33. Кто готов прочитать? 31, 33? Да. Но вот завет, который я заключил с Домом Израилевым после тех дней, говорит Господь, «Вложу закон мой во внутренности их, и на сердцах их напишу его, и буду им Богом, а они будут моим народом». Это говорится о духовном благословении, так? Но здесь тоже есть очень интересный такой момент. То, что высказано, что, как говорится, «Ну вот завет, да, который я заключил с Домом Израилевым, вложу закон мой во внутренность их, и на сердцах их напишу его, и буду им Богом, а они будут моим народом». В момент сошествия Духа Святого каждый спасенный человек, обращающийся к вере в Ешуа, да, через покаяние, что он получает? Он получает Духа Святого куда? Внутренность свою, да? И он таким образом Духом Святым что? Запечатлевается. То есть, видите, эта часть обетования, да, она что? Она исполнилась. В Новом Завете, то есть вот эта именно часть, она исполнилась. Но вот то, что говорится в 34 стихе, оно исполнится только в Тысячелетнем Царстве. Читайте 34 стих. «И уже не будут учить друг друга, брат брата, и говорить, познайте Господа, ибо все сами будут знать Меня от малого до большого, говорит Господь, потому что я прощу беззаконие их и грехов, их уже не воспомяну более». То есть наступит такой день, когда наступит Тысячелетнее Царство, что в этот день уже не надо будет, знаете, проповедовать нам Евангелие. По той причине, что все люди, находящиеся в тот момент, и в особенности, если мы говорим об Израиле, да, весь Израиль, находящийся в тот момент, собранный вместе, да, он должен будет что сделать, дорогие мои? Вспомните, что говорит пророк Захария. «Благословен грядущий во имя Господне». Аминь. Он должен будет воскликнуть «Благословен грядущий во имя Господне». То есть это будет означать, что они все будут принимать пришедшего Мессию. «И возряд на то, которого пронзили». Правильно. То есть при наступлении дня Тысячелетнего Царства, при наступлении Тысячелетнего Царства весь Израиль будет спасен. Это будет удивительный момент, знаете, потому что все живущие в Израиле будут спасены. Но, знаете, это тоже продлится не все время. И помните, да, что придет дьявол, который будет искушать снова и так далее. То есть это продлится недолго. А самая простая проблема, которая будет существовать, это что у верующих родителей родятся дети, которым нужно будет проповедовать. Понятно? Да, совершенно правильно. То есть сегодня мы имеем такую проблему, да? И в Тысячелетнем Царстве те, кто будут жить, будут иметь такую же самую проблему. Но если вы прочитаете Откровение дальше, то вы увидите, что это на самом деле стало оказываться проблемой в итоге. Даже находясь при Ишуа, все вокруг, да, появилось огромное количество неверующих людей. Понятно, да? В момент, когда Ишуа был здесь, на земле, не все следовали за ним? Я думаю, что там проблема будет заключаться в том, что человеческая природа проявится во всей полноте. То есть при самых идеальных условиях, при изобилии благодати, при личном общении с Господом Ишуа, все-таки дьяволу удастся совратить многие народы и поднять бунт против него. И там даже не будет никаких разборок, там просто огонь пойдет с неба на бунтаре и сожжет их. Ну, мы это будем обсуждать еще. Хорошо. Но сам факт, вы поняли, да, мысль того, что в момент пришествия Мессии, наступления тысячелетнего царства, дом Израилев, весь дом Израилев, в этот момент будет спасен. Все будут верующими. И здесь написано, это благословение, которое будет к дому Израилеву, что все будут спасены, все будут знать его в этот момент. Давайте еще поговорим о духовных благословениях, которые мы имеем сегодня. Итак, мы уже ответили, да, что физические благословения сегодня мы не имеем в полной мере. То есть частично они появляются, да, в жизни верующих людей. На этом мы все сказали уже, аминь, да. И, знаете, можно обратиться к тому, что в действительности даже Новый Завет нигде об этом не упоминает. Хоть сегодня, может быть, и проповедуется часто о том, что мы можем иметь полноту физического благословения. Но скажу вам, что это не есть истина, потому что нигде Новый Завет не говорит о том, что мы с вами можем иметь полноту физического и материального благословения. В действительности, что говорится, это о том, что могут быть покрыты все наши нужды. Аминь? Что Бог, заботясь о нас, Он покроет все наши нужды. То есть что, ну, как написано, да, что праведник не будет испытывать нужду. Ну, в каком смысле? То есть иногда мы можем и нужду испытывать так же, это тоже нормально, да. Но в смысле того, что мы не будем прямо, ну, там... Так как Израиль в пустыне, все его нужды были покрыты для того, чтобы народ был сохранен к моменту входа в землю обетованную. Согласен. Павел, есть такое хорошее его выражение, которое записано в филиппийцах 4.19. Он как раз говорит о покрытии всех нужд. Как благословение он выражает это по отношению к филиппийцам. Послание к филиппийцам 4.19. Бог мой до вас полнит всякую нужду вашу по богатству своему в славе Христом Иисусом. Это благословение, которое Павел передает филиппийцам. Видите, да? То есть что... И посмотрите, что интересно. Что даже свое благословение, он не говорит ни о каком изобилии, да? Он говорит о том, что Бог восполнит всякую нужду вашу. То есть он говорит о том, что благословение, оно уже заключено в том, что будет просто восполнена всякая нужда наша. То есть сегодня Бог дает и кому-то больше, чем другим, да? Есть те, которые имеют и миллионы также. Но не каждый имеет миллион, да? Может быть, по одной той причине, что не каждый мог бы ним распорядиться. Правильно, да? Да. Правильно, да? Бог даст вам столько, сколько вам на самом деле нужно, столько, чем вы можете распорядиться на самом деле. И то, что принесет благословение вам и окружающим людям. И не будет приносить вам какое-то горе. Потому что даже богатство, это является тоже большим искушением. Понятно это, да? Значит, поговорим немножечко еще о духовных благословениях. Значит, Ефесянам, первая глава, третий стих. Послание к Ефесянам, третья глава, третий стих. Потому что мне через откровение возвещена тайна, о чем я и выше писал кратко. А, первая глава, третий стих. Первая глава, третий стих. Благословен Бог и Отец Господа нашего, Ишуа Мессии, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах. Видите, что утверждает Павел? Он утверждает, что мы имеем что? Всякое духовное благословение. Он утверждает, что в действительности во Христе Иисусе мы имеем всякое духовное благословение. Поэтому пусть для вас это будет не новостью, о том, что в действительности в нем мы имеем любое, то есть мы имеем полноту духовного благословения. Давайте прочитаем еще Ефесянам 3, 3, 5. Ефесянам 3, 3 глава, с 3 по 5 стих. Потому что мне через откровение возвещена тайна, о чем я и выше писал кратко. То вы, читая, можете усмотреть мое разумение тайны Христовой, которая не была возвещена прежним поколением сынов человеческих, как ныне открыта святым апостолом его и пророком Духом Святым. То есть он говорит о тайне, в контексте, если посмотреть, он говорит о тайне того, что в действительности это является тайна, которая была сокрыта, что мы получаем в нем духовные благословения. И потом он переходит к тому, что он говорит, что и также призванный из язычников, это 6 стих. Чтобы и язычникам быть сонаследниками, составляющими одно тело и сопричастниками обетования его во Христе Иисусе посредством благословения. То есть тайна, которая заключена в том, что приходит духовное всякое благословение, и как бы, можно сказать, видоизменение Нового Завета, которое было связано, произошло в том, что кроме того, что народ израильский вошел в Новый Завет, но из-за того, что было непринятие в тот момент Синедриона, это позволило то, что это благословение распространилось также сразу и на языческие народы, которые, соединившись вместе с народом израильским, представили одно тело Мессии. Понятно, да? Скажем пока.